Штраф за переход в неположенном месте в 2018 году. В давляющем большинстве случаев, если нарушить ВДД, ответить согласно административному кодексу чаще всего приходится водителям. Стоит отметить, что пешеходам свойственно нарушать не меньше, но при этом общее число постановлений, выписанных в отношении их, на порядок меньше. Самое распространенное нарушение законодательства связано с переходом в неположенном месте. Каким является актуальный штраф за переход в неположенном месте в 2018 году? Как он приходит и как его оспорить? Эти и другие важные моменты рассмотрены в представленной статье. Суть правонарушения. Оплачивать штрафы сотрудникам ГИБДД оказывается могут не только владельцы транспортных средств, но и пешеходы. Неправомерные действия последних наказываются в соответствии с двумя актуальными статьям административного кодекса 12. 30 и 12, 29. Переход в неразрешенном месте, если пешеход нарушает любые правила дорожного движения, включая переход через дорогу в неправильном месте. Сотрудники ГИБДД имеют полное право предупредить человека, либо выписать ему штраф в размере 500 рублей звездочка. Многие интересуются следующим вопросом, а когда нарушитель сталкивается со штрафом и когда его просто предупреждают? В большинстве случаев правоохранителям приходится полагаться на самих граждан, надеясь на то, что в будущем они не допустят подобной ситуации. При повторном возникновении в такой же ситуации уже выписывается штраф. Но это не значит, что человек может потребовать предупредить его сотрудник наделен полномочиями штрафовать нарушителей уже в первое время. Если пешеходам создаются явные помехи в движении автомобилистов, ему придется оплатить штраф в размере 1000 рублей звездочка. Подобные административные протоколы оформляются крайне редко. Вся проблема заключается в том, что сотрудники обязаны документально подтвердить факт создания помехи. Например, водитель должен зафиксировать вынужденный аварийный маневр, который он совершил в результате действий пешехода. На практике собрать подобные доказательства очень долго и трудно. Соответственно, первая часть статьи 12.30 административного кодекса применяется, скорее, в исключительных случаях. Вторая часть статьи 12.30 административного кодекса применяется уже тогда, когда человек переходил дорогу в неположенном месте и в результате его действий были травмированы другие люди. Сумма штрафа за неправильный переход дороги в таком случае варьируется в пределах от одного до одного. 5000 рублей звездочка. Повреждения должны классифицироваться как легкие или средние. Выписывать такой штраф способен только сотрудник госавтоинспекции. Все остальные лица имеют право только сообщить представителю правоохранительных органов о том, что было совершено нарушение. Причем это должно быть не голословное заявление, а полноценное обращение с предоставлением всех фактических данных, фотографий, видеоматериалов. В таком случае уполномоченное лицо обязано опросить потенциального виновника, а затем, в зависимости от особенностей конкретной ситуации, принять решение предупредить человека либо выписать ему постановление. За обращение с неустановленными фактами нарушения предусматривается ответственность. Вполне возможно, именно по этой причине подобные ситуации скорее относятся к исключениям, нежели являются нормой. Так делать нельзя особенности оплаты. Нарушитель, будучи полностью согласным с тем, что сотрудник выписал штраф правомерно, обязан знать, что оплата должна быть совершена в максимально сжатые сроки. Важно! Пешеходы-нарушители, так же как и водители, могут воспользоваться 50-ти процентной скидкой. Единственное условие – платеж совершен на протяжении 20 дней, с момента, когда постановление вступило в юридическую силу. Пешеход может платить в режиме онлайн, либо традиционным способом – через банк, с помощью терминала, либо в местном представительстве ГИБДД. Важно предварительно проверить, действует ли постановление в отношении гражданина, действительно ли в базе определена сумма, которую нужно внести. По сравнению с нарушениями, которые допустили водители-пешеходы, столкнувшиеся со штрафами за совершение перехода в неположенном. Месте прекрасно знает, что по отношению к ним сотрудники правоохранительных органов собрали административные материалы. Ведь для того, чтобы оштрафовать нарушителя, инспектор должен побеседовать с ним персонально, ознакомиться с паспортными данными. Сотрудник ГИБДД ДПС не только лично убеждается в совершении правонарушения, но и собирает административные материалы и интересным является. Следующий момент – данные с видеокамер крайне редко являются прямым доказательством вины человека. Причина достаточно простая – человек не имеет никаких идентификационных данных, чего не скажешь о полноценных транспортных средствах. Поэтому при возникновении вопроса касательно того, как можно проверить, выписан ли штраф, следует вынимать, как проверить наличие или отсутствие штрафа, сумму штрафной санкции и номер квитанции. Эти данные можно получить одним из способов, указанных ниже. Нанесение визита к сотрудникам на постах ГИБДД. Территориальное местоположение не имеет никакого значения. Ознакомление с информацией, опубликованной на официальном сайте ГИБДД, перейдя в раздел «Штрафы». Посещение официального сайта «Госуслуг». Для этого надо выбрать вкладку «Транспорт», далее «ГИБДД», а затем получить информацию обо всех административных правонарушениях, составленных против гражданина. Посещение официального сайта приставов либо приезд в локальное представительство в городе. Многие банковские приложения и терминалы в России, в частности, работающие в Москве, предусматривают наличие функции, позволяющей Найти штраф путем ввода номера постановления или фамилии человека. Этот способ примечательен тем, что прямо здесь можно заплатить за совершенное нарушение. Поиск штрафа на официальном сайте Сбербанка, получив личное подтверждение в том, что постановление действительно выписано из момента «Его вступление в юридическую силу не прошло 20 дней, можно сэкономить половину суммы. Но это при условии полного согласия с тем, что преступление имело место быть. При наличии четких аргументов в пользу того, что сотрудники полиции действовали неправомерно, придется отправляться в суд вместе с постановлением, что необходимо сделать для оспаривания. Бывает и так, что граждане убеждены в неправомерности действий, совершенных правоохранительными органами, и по их мнению инспекторы оштрафовали просто так. В подобной ситуации отечественное законодательство дает 10 суток на обжалование. Вне зависимости от того, понимает ли человек, что является административным правонарушением переход улицы, либо нет, важно помнить о следующем. Уже в рамках составления документов графа пояснение нарушителя должна быть заполнена. Здесь должна присутствовать примерно такая формулировка привлечения к обмин ответственности согласно статье. Название статьи считаю неправомерным, с виной не согласен. Надо поставить свою подпись, указав, что вина полностью отрицается. У гражданина есть полное право предварительно ознакомиться с собранными материалами не только в судебной инстанции, но и в процессе составления постановления. Законам дается возможность предъявить персональные доказательства в виде свидетельских показаний информации с видеокамер, расположенных на территории, расположенных вблизи зданий. Можно составить собственную схему, параллельно приложив фото, позволяющей получить полный обзор дороги. Это может понять, есть ли зебра в поле зрения и так далее. К большому сожалению, далеко не всегда нарушители, столкнувшиеся с проявлением предвзятости сотрудников ГИБДД, успешно отстаивают свою позицию в судебной инстанции. Лучшим решением в таком случае станет полное соблюдение ПДД и предотвращение ситуаций, при которых совершенные действия будут расценены в качестве правонарушения. Изменения в законодательстве На протяжении последних лет особых изменений в законодательстве не наблюдалось. Последний раз поправки были внесены в 2007 году. Узнать, какой именно пункт был изменен, можно на официальном сайте правительства. Кратко говоря, изменения следующие. Статья 12.32 Вторая часть привлечения к ответственности стала возможным в случае, если по вине пешехода другие участники движения получили легкие. И среднее повреждение. Раньше были только легкие. Ответственность по второй части статьи 12.30 стала варьироваться в пределах 1.1. 5 тысяч рублей звездочка, в то время как раньше она составляла от 100 до 300 рублей звездочка штрафа. Немного информации о штрафах для пешеходов единственными правильными вариантами в ситуациях, когда в отношении к гражданину составляется административное постановление является отстаивание собственных интересов, либо оплата штрафа. Узнать, сколько нужно заплатить можно разными способами. Оптимальный вариант всегда переходить с дорогу в отведенных для этого местах. Звездочка цены актуальны на июль 2018 года.